Мы находимся на мероприятии бизнес-клуба ТЕРА. Рядом со мной Дмитрий Ланцов. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, вы в числе наставников клуба. Все верно? Все верно. Я наставник прорыва. Это для предпринимателей уровень дохода, который 300+, это считается чистой прибыль, то есть те деньги, которые человек готов на себя потратить. Я беру на самом деле с меньшим доходом, главное, чтобы человек понимал, куда он развивается, что он хочет. Не сомневался, чтобы помочь ему именно в развитии его бизнеса, а не в становлении его как только начинающего предпринимателя. Давно вы занимаетесь наставничеством? Где-то обучались этому? Саму наставничеству нет. Я просто даю те знания, которые сам обладаю, те механизмы, которые сам принимаю. Ведь нельзя научить тому, чего сам я не делаю. Это было бы глупо. Поэтому все, что знаю, я даю своим наставникам. В Терри я где-то больше двух лет, но наставничества год и два месяца. Вот такой опыт. Было три потока. Один это такой вот старт, немножко там вот такой, первый блинкомом, в том плане, что было не очень много народу. На нем я как бы, собственно, научился, понял, какую программу я буду ребятам давать. И потом провел два потока, два, я сейчас скажу, какие, 17-18 потоки в Терри. Потом, естественно, занимался тем, что развивал свой бизнес. У меня сезонный немножко товар. Я как бы не преподавал, в данном случае преподавать не совсем вижно. Не наставничествовал, бывал своими участниками. И вот сейчас снова захожу в межсезонье, чтобы ребятам помочь в их становлении, в их бизнесе, в их как бы, в их развитии помочь им. А какими качествами должен обладать наставник? Наставник? В первую очередь, быть открытым и желать давать максимально, не жадничать, вовлекаться в каждого. Может быть, даже не ждать, что они сами как бы развиваются. Потому что, если люди приходят, они приходят, почему? Потому что что-то им не хватает. Задача раскопать наставника, что не хватает каждому предпринимателю, что нужно ему для развития. Это раскапывается и показывается ему с его образ, с этой стороны. Ведь когда мы смотрим на какую-то проблему, мы обычно видим вот с этой стороны. А наша задача как наставника и группы, которые находятся наставник, посмотреть с другой стороны. Вот как-то на эту проблему чуть-чуть глубже. То есть, что не хватает для развития, где он может побороть свои страхи, на чем найти опору для того, чтобы развиваться. Мы этим занимаемся на наставничестве, раскапываем, помогаем в этом вопросе. Супер. Дмитрий, какие пожелания у вас с нашим зрителям? Среди них начинающие бизнесмены и те, кто давно в своей нише. Какие им дадите советы, что нужно делать в такое непростое время? А на самом деле время такое же. Ребята, вы чего? Были хуже времена. Сейчас нормальное время, по крайней мере, то, что я могу видеть, это стандартное, естественно, брать и делать. Не сидеть на попе ровно, не ждать, пока что-то упадет с небес. Пахать. И когда нужна какая-то поддержка, а всем нужна поддержка, в чем бы ни было, искать эту поддержку в ближнем окружении. Это, может быть, ваша семья, близкие, родственники, коллеги, друзья. Если нет таких людей, то есть нет такой поддержки, идете в ТЭРу, ищете новое окружение, меняете это окружение, вырастаете вместе со своими новыми коллегами, новым окружением. Наверное, так. Лично у вас, как увеличился доход после вступления в ТЭРу, и как поменялось окружение, лучше люди стали вас окружать? Ну, доход, не то, что я связал бы с ТЭРой, я такой немножко, человек, который говорит, я развиваюсь за счет своих собственных. Ну, естественно, то, что я вкладываюсь в ребят, не дает мне дополнительную энергию, я вижу их результаты, мне хочется стремиться. Сколько вырос в цифрах, это не был такой кратный прям безумно результат. То есть, естественно, я вырос, вырос бизнес, ну, на что-то он там вырос, один и три, один и четыре раза, но у меня как бы достаточно крупный бизнес, чтобы его прям кратно за год увеличивать в два или в три раза, конечно же, такого не будет. А какой второй вопрос-то был? Про окружение. А, окружение, конечно же, у меня появились новые друзья, мы встречаемся на встречах ТЭРы, друг друга поддерживаем, делимся в чатах своими успехами, вижу, как мои же ученики становятся тоже наставниками. И я понимаю, что я в том числе где-то частичку вложил в их развитие, что они даже уже готовы также делиться своими знаниями с другими менее опытными предпринимателями. Поэтому это очень здорово. Супер. Дмитрий, спасибо вам большое, вам успехов в работе, финансового роста и побольше новых учеников. Спасибо, благодарим и всем тоже зрителям развития и успехов. Спасибо. Пока.